Всем доброе утро! Добрейшее, веселее утро из Иерусалима! Вот я заметил, что... Да, мы изучаем Мишли, потому что многие смотрят в записи, большинство смотрит в записи, у нас в записи смотрят день этот урок несколько тысяч человек, а в прямом эфире смотрит несколько сот. И поэтому я сразу говорю тем, кто смотрит записи, это урок Мишли. Мы изучаем сейчас 19 глава, уже мы дошли до 19 главы. И Мишли, это притча царя Соломона, который мудрейший из людей царь Соломон, пророк, сын царя Давида, написал около 3800, где-то 3900 лет назад. Он построил первый Иерусалимский храм. И, значит, мы на портале ВАИКРА проводим, у нас есть десятки уроков Торы, мои уроки и других преподавателей, поэтому смотрите уроки Торы. Тора – это знание от Бога, кто первый раз нас смотрит, которое Бог передал через Моша Рабену, через Моисея. И Тора – это та идея, то знание, по которому был построен мир. То есть это некая информационная составляющая мироздания, и весь мир – это отражение Торы. А потом мы изучаем Тору, чтобы понять, как работает мир, и что в этом мире делать. И через Тору, как царь Соломон говорил, что НЕР МИЦВА – каждая заповедь – это как свеча. То есть ты зажигаешь свечу, выполняя заповедь. Ну, духовный свет. В Тора – это ОР. Тора – это вообще ОР, это свет духовный, который идет от Бога. В ЭДЕР ЭХАИМ – путь жизни, по которому надо идти. Это ТОХАХОТ МУСАР. Это нравственное совершенствование, нравственные наставления. Потому что у человека внутри животное, есть интеллект, есть душа. И важно подчинить свое животное, свою животную натуру, подчинить ее своему вначале интеллекту рациональному. А интеллект рациональный – заполнить Торой правилами поведения, которые установил Бог. И тогда получается полная вообще гармония. То есть ты, выполняя волю Бога как свою, тогда Бог выполняет твою волю как Его. Ты при жизни уже переходишь в духовное пространство. То есть там дальше рай, Алла-Маба, грядущий мир. Жизнь и здесь хорошая, и там хорошая. В общем, Тора – это ЭДСХАИМИЛИМАКЗИТИМБА, сказал царь Соломон. Он ее так назвал. Древо жизни – она для тех, кто за нее держится. В ЭТОМХЕЯ, тот, кто ее поддерживает, Мюшар, он счастлив. Он счастлив, потому что действительно, когда тебе все понятно, все ясно, ясно, как действовать, как поступать, ты понимаешь, что есть добро, и это реальное добро, и ты делаешь добро, и не делаешь зло. И, ну, то есть, и очень, чем еще Тора очень важна, человек все время чем-то занимается. Но большинство людей занимается пустотой. То есть они просто строят воздух, эти замки из песка в своей жизни, пытаются решить какую-то проблему или достигнуть цели, тут же создают 10 новых проблем и 10 новых целей. То есть жизнь, она вот так сквозь пальцы проходит, но люди все время такие активные, что-то бегают, суетятся. А Тора, она тебе все по полочкам занимает, тебе понятно, как жить, зачем жить. У тебя занято время, ты интеллектуально все время думаешь, какую мисву выполнить, какую, чтобы тут не согрешить, тут выполнить. Тут сейчас время пошло. Сегодня рожходыш, например, да? Каждый месяц наступает рожходыш, начало месяца. Новолуния, новая луна, это как обновление такое. Оп, ты включаешься, новолуния. Во время молитвы сказали, алель сегодня. Алель это прославление Бога, специальная молитва. Там очень такие слова глубокие и глубокие. И вот ты как выстраиваешь свою жизнь и свое мышление по божественному плану. Ну что может быть лучше? Или жить по плану божественному, или по плану коммунистической партии. Или все время пытаться что-то понять, кто подскажет, да? Люди живут, кто подскажет, как жить. Вот Юваль Ноахарари, а может Лобковский, а может Курпатов. Нет, а нам царь Соломон подсказывает. То есть мы реально учимся у царя Соломона, мудрейшего из людей. И представляете, какое удовольствие и какое счастье быть учениками царя Соломона, Шлома Амылаха, мудрейшего из людей. Все, и давайте посмотрим, что он нам в 19 главе сообщает. Значит, в 19 главе он нам сообщил, уже мы знаем очень хорошо, мы поняли, что вот он начал, я краткое содержание, просто чтобы восстановить, насколько широти те темы, которые царь Соломон охватывает. Первый был отрывок, что лучше бедный, который идет в непорочности, чем искривляющий уста, и он грешник по вожделению. Он говорит, послушайте, вот два человека, один честный, прямой, и он ходит по прямым путям, но у него нет денег. А вот другой, он вот такой вот весь крученный, перекрученный, два раза сидевший, три раза там не сидевший, и он все время, он все время выкруживает, перекруживает и так далее. И он еще и грешник по вожделению, он еще наркоман, который все время хочет уколоться, и он обжора, и он еще 18 раз женат был и все время разводился. Ну, понятное дело, лучше вот этот спокойный, прямой человек, но бедный, чем вот этот вот, который такой, знаете, повидавший виды, поживший такой, типа поживший, знаете. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. У него принципы в жизни какие? Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Там, ну, один раз живем, один раз не, там, не это самое. Хорошо. Теперь второй, второй отрывок. Он говорит, если у человека нет познания, он не понимает, где он находится, то это нехорошо. То есть, если человек живет в мире, в котором вот иллюзия. Вот я иногда спрашиваю человека, скажи, а сколько вообще в мире стран? Он говорит, там, 50, а в мире 250. То есть, он живет в пятой части мира. И вот у людей есть понимание о мире только, ну, вот такое вот. Те, кто книг не читают, там, ну, вот, то есть, они вообще не понимают, где они находятся. И говорит царь Саамон, что тот, у кого нет дата, нет познания мира, это нехорошо. И дальше он пишет, что тот, кто спешит все время, он согрешит. А есть, которые такие, прям, они активные, спешат, прям, не останавливаются. А он согрешит, потому что он поспешит и может такого наделать, что... Дальше третий отрывок мы выучили. Значит, Ивелет Адам, Ивелет это стептицизм человека, она искривляет его пути. И потом он на Бога будет возмущаться. Когда он попадет, когда он попадет в неприятность, он потом скажет, где был Бог, где же ты Бог, почему такая несправедливость. То, что ты всю жизнь жил, как ты хотел, ты не возмущался на Бога. А то, что потом, когда тебе стало неприятно, ты спрашиваешь, где был Бог. Дальше, четвертый отрывок. Богатство, имущество добавляют приятелей много. И обедневший, он сразу отдаляется от всех этих приятелей. То есть, это был четвертый отрывок. Пятый отрывок. Свидетель, лжесвидетель, он не очистится. И тот, кто создает Ефи Акзавим, тот, кто создает пустые какие-то, строит воздушные замки, он не избежит наказания. И, значит, шестое. Рабим и Халуп не и Надив. Многие стремятся к тому, кто помогает бедным, помогает несчастным. Все стараются к нему пробраться. Выколь арали и шматан. И все приятели для человека, который просто добрые, раздает всем подарки. Тоже мы это узнали. Седьмой отрывок. О, вот и мы дошли до седьмого отрывка. Сегодня у нас по плану седьмой отрывок. Седьмой отрывок говорит нам царь Соломон следующее. Коль Ахей Раш Санэу. Санэу. Значит, все братья Раш это бедный-бедный. То есть, если Даль это обездоленный, у него было, и он потерял деньги, и это называется как обездоленный. То Раш это тот, у кого вообще ничего нет. Нищий, вообще нищий, Раш нищий. И теперь все братья даже, братья вот этого нищего, они начинают его ненавидеть. Аф Тимреу Рахаку. Тем более, от приятелей он отдалился. Мирадев Амарим Ло Эма. Значит, хотя он сам лично, он за ними, за всеми гонится, он хотел бы, ему нужно спасение, но его даже братья ненавидят. Вот здесь очень странная такая вещь, очень странная вещь. То есть, до этого царь Соломонов говорил, что у братьев есть генетическая связь, которая, если все отвернулись от человека, когда попадает человек в беду, в беду какую-то, то брат ему обязательно поможет. То есть, царь Соломонов до этого говорил, что вот этот вот, когда все от тебя отвернутся, то брат от тебя не отвердется. Но здесь написано, что все братья бедного вот этого, они его ненавидят. Значит, почему, почему, давайте посмотрим, почему они, братья, могут ненавидеть вот этого Раша, да? То есть, во-первых, когда человек обеднел, вот он обеднел, то это большой вопрос, почему он вот такой бедный. Ну вот почему? Я вспоминаю, когда вот обдумывал этот совет царя Соломона, я вспомнил, что когда-то я лично знал этого человека. В одной синагог, я очень в разные синагоги хожу, то есть, мне такой постоянный, я стараюсь, ну вот во всех синагогах быть в хороших отношениях, считаю, что везде есть святые люди. И в одной синагог, в которой я был, называется это такое слово, прихожанин, то есть, приходил, был один вот такой вот Раш, ему было негде жить, у него было нечего, ему было кушать. Он просил у всех деньги, и он, значит, он был в конфликте с очень многими людьми. Но еще больше я удивился, когда я узнал, что его родной брат, родной брат, мультимиллионер, один из самых влиятельных людей там в правительстве, ну то есть, очень богатый, очень влиятельный, очень, ну, такой прям, знаете, вот элита, входит в элиту, которая, и для меня это была загадка, почему один брат родной, он полностью бедный, негде жить вообще, ну вот вообще полностью нищий, а второй брат супер богатый, супер влиятельный, и я так и не узнал их историю, но там был очень один интересный момент. Когда в какой-то момент, в какой-то момент, вот этот вот, они не общались, вообще не общались, и тут вдруг вот этот вот брат, который богатый и влиятельный, он вдруг вспомнил об этом брате своем нищем, который был, и он его положил в больницу, оплатил ему лечение, тот пролечился в больнице, ну то есть, и умер. Он умер прямо там, в больнице, он и умер, и, не, он вышел из больницы, и через неделю умер, через неделю умер. Непонятная, непонятная для меня история, и этот отрывок для меня седьмой тоже непонятный, но говорит царь Соломон, что в момент, когда человек становится раш, раш, тут есть еще, если мы посмотрим глубже, в такую мистику окунемся, то есть, значит, то есть такой отрывок в Псалмах Давида, есть такой отрывок, что раш, я не помню, кто это, по-моему, или пророк Даниэль, или кто-то, в общем, есть такой отрывок, что народ Израиля в момент, когда были, были вавилонское изгнание, и когда вот эти история, Пуримская история, когда было постановление, что уничтожить весь еврейский народ, это был Ахашвирош и Аман, значит, они вынесли постановление, то там была царица Эстер, которая, когда она шла к Ахашвирошу для того, чтобы просить о спасении еврейского народа, она молилась и говорила Богу, Эли, Эли, Лама Азавтани, Эли, Эли, это имя Всевышнего, как Эли, это Бог мой, Эли, Эли, Лама Азавтани, почему ты, почему ты меня оставил, почему ты меня оставил? И в другом месте было написано, что народ Израиля стал Мах Вераш, Раш это нищий, Мах это тоже одно из таких определений, тоже бедный, нищий, но тут интересно, если добавить к слову Раш слово Эли, Бог мой, то получится Исраэль, те же буквы, если взять к слову Мах, бедный, добавить Эли, то получится Михаэль, это ангел, который, ангел покровителя еврейского народа, который, ну, как бы отвечает за еврейский народ там на небе, Михаэль и Михаэль и Исраэль, то есть Раш, когда человек становится бедным, его оставляет божественное присутствие, его оставляет, у него, ну, не прет, не идет, не вообще, то есть вот бывает, у него просто, знаете как, останавливается жизнь, вот есть люди, которым его, как бы, Всевышний оставляет, для чего? Возможно, для того, чтобы он сам вернулся ко Всевышнему, возможно, для того, чтобы он стал тем, кому другие люди помогают, и через это восстанавливается вот эта вот, ну, как бы, структура мира, потому что в этом мире Бог все создал для чего-то, и когда есть бедный, которому надо давать сдаку, значит, тот, у кого есть деньги, и он дает сдаку, от сдака спасает от смерти, то есть тут это все работает как единая система, в которой мы видим, мы смотрим на эту систему в щелочку своего восприятия мира, то есть это царь Соломон в Экклезиасте, он говорил, что Бог дал Олам Балибам Бнеадам, он дал мир, и слово мир написано в сокращенном таком, без буквы, ну, на русском это было бы без буквы И, МР, а на иврите это Олам без буквы ВАВ, то есть Бог дал мир в сердца восприятия людей, и никому, пишет царь Соломон в Экклезиасте, никому он не дал увидеть мир от начала до конца, то есть мы все видим мир, вот в такую вот маленькую щелочку мы видим только материальный мир, только сквозь призму своего знания о мире, то есть мы видим реальность, мы видим секунду, а все остальное мы добавляем своим знаниям о том, как мир устроен, как он работает, кто-то знает про Бога, у него есть Бог в мире, а кто-то не знает, у него нет Бога, кто-то знает про Тору, у него есть Тора, кто-то не знает, у него нет Торы, То есть каждый живет в своей какой-то модельке маленькой мира, и поэтому мы не можем точно понять, почему вот этот раж или там далее, этот обездоленный, почему он потерял свою долю, почему раж, он стал полностью нищим, который даже не может работать, и он просто находится на самом дне. Но говорит нам царь Соломон, и это мы можем верить, царь Соломон был пророк, он был мудрейший из людей, то есть у него было чистое восприятие всего мира с пониманием, как работают все законы. И он нам сказал, коль ахей раж санеу, все братья вот этого ража, когда человек опускается на вот эту вот ступень бедности, то есть бедность, она отсутствие Всевышнего, отсутствие благословения, его начинают ненавидеть даже его братья, что в принципе идет против человеческой природы, потому что по человеческой природе, нас до этого царь Соломон предупреждал, что у брата есть генетическая связь с братом, и в момент цара, когда ему плохо, то брат это чувствует, и он должен за свою как бы плод заступиться и помочь ему. Здесь написано, что все братья бедного, вот когда человек впадает в эту стадию раж, санеу ненавидят его, а в темиреу рахаку, тем более все приятели его оставят, то есть это, ну вообще даже об этом нечего говорить, а он сам за ними гонится, потому что ему нужны они, он не может, у него нету сил, ему нужно за что-то зацепиться, но вот тут вот этот вот вопрос, ответ на вопрос, почему это произошло, почему они так от него отдалились, он в предыдущих во всех отрывках, которые нас обучают, как человек должен себя вести в жизни, что он должен делать, почему то или иное случается в жизни человека и так далее. И если к человеку пришли неприятности, а рашу, естественно, плохо, и фашвешбаматсав, он должен, лично он должен поискать в себе, проверить свои дела, если проверил, не нашел, значит мало учил торы, если он, ну то есть, скорее всего, не знает просто, что делать. Хорошо, значит, седьмой отрывок мы разобрались, восьмой отрывок, говорит нам царь Самон, восьмой отрывок, следующее, это вообще другая сейчас тема начинается, такая психология, говорит он так, восьмой отрывок, значит, переводится дословно это так, коне, приобретающий лев, это сердце, любит свою душу, приобретающий сердце, любит свою душу, сохраняющий сообразительность, логику, для того, чтобы искать добро. Теперь смотрите, здесь надо понять, еще раз вспомнить, из чего состоит человек, есть нефеш, это животная душа, нефеш это тело, которое живет по своим автоматическим законам, даже когда человек спит, его тело живет, человек ходит, кушает, питается, там все автоматизировано рефлексами. Теперь есть у человека лев, лев это сердце переводится, но это то, что современная наука называет подсознание, в котором собраны все воспоминания человека, все его правила поведения, принципы, убеждения, ценности, воспоминания, это все называется сердце, и это сердце, в нем находится намерение человека, желание человека, его мечты, все это находится в подсознании, человек же не помнит постоянно обо всем этом. И у него есть маленькое то, что называется сознание, это то, что он осознает, те мысли, которые он осознает и думает в данный момент. Но вот те мысли, которые человек осознает, это вершина айсберга, только вот маленькая вершина, а человеком управляет его сердце, его убеждения, его ценности, его правила, его принципы, его стремления, которые он в какие-то моменты иногда неосознанно придумал, иногда он неосознанно покричал, нет, я не могу, я ленивый, я ничего не запоминаю, я там когда-нибудь я успею сделать, а вот сегодня у меня не получается, я должен отдыхать. Человек иногда, вот он прям уверен в каких-то идеях, которые ему полностью рушат жизнь, но эти идеи, они являются у него как бы запрограммированы уже в его сердце, и они ему реально рушат жизнь, но он как бы, ну это я он считает, мое сердце это я. Говорит нам царь Соломон, коне лев, тот, кто приобрел свое сердце, уэвновшо, любит свою душу. То есть человек должен управлять своим сердцем, не сердце должно управлять человеком, желание. Ученые сказали, что вот в человеке очень сильно то, что называется лимбическая система, это как внутренняя корова. Слово хочу, это выражение внутренней коровы. И вот это вот нефеш беймит, животная душа, она хочу, напрягаться не хочу, отдыхать хочу, вкусно есть хочу, а здоровую пищу невкусно не хочу. Но человек-то он понимает, что если он будет идти на поводу этих хочу-не хочу, хочу-не хочу, он превратится в жирную развалину, которая будет только лежать на диване и есть пиццу, которая вкусная, но не полезная. Теперь человек, который приобрел свое сердце, то есть коне лев, он говорит, секундочку, я, понятное дело, я не хочу в спортзал, но я пойду в спортзал, потому что мне надо в спортзал, это правильно. Я хочу пиццу, но буду кушать салатик, потому что я хочу быть не просто обожравшимся таким и ленивым, а я хочу быть здоровым и правильно быть здоровым. И вот это то, что царь Саламон сказал, что коне лев, тот, кто приобрел управление над своим сердцем, коне уэвновшо, то есть он по-настоящему любит свою душу. Не тот любит свою душу, свое тело, которое лежит на диване, не тренируется и ест там вредную, но вкусную еду. А тот любит свое тело, которое это тело напрягает, обливает холодной водой, кормит его правильным питанием, занимается всякими видами спорта и так далее. Теперь шумер твуна лемсотов. Теперь есть у человека в интеллекте, вот какая часть интеллекта позволяет приобрести свое сердце. Это логика, то есть тот, у кого сильная логика, который умеет, он причинно-следственные связи, если так, то так, он анализирует свои, то есть он не идет на поводу своих желаний своего сердца, а он их анализирует. А, значит, я хочу вот это, а что это мне даст? Как мы учили в Пертеевод, что говорил Раби, он говорил так, что Считай, он говорит, считай убыток от заповеди с тем, что ты от него приобретешь. И считай прибыль от преступления, ну, прибыль это удовольствие от преступления, с тем, что ты потеряешь. То есть, когда ты начинаешь считать логикой, то тогда у тебя появляется возможность действительно приобрести свое сердце, стать хозяином своего сердца, и хозяином, получается, своей жизни. Но, добавляет царь Сламон в конце, лимцотов. Сам по себе инструмент рационального мышления, он как скальпель. То есть, скальпелем можно и сделать операцию вылечить, а можно зарезать, можно убить. И вот это вот рациональное мышление, оно хорошо, только если ты ищешь добро. Потому что, если твоей целью является... Давай отдыхаем, радуемся, там, ну, кайфуем. То есть, если у тебя неправильная установка и твое намерение искать в жизни кайф, то ты, конечно, будешь рационально выбирать, это мясо пожирнее, а вот это вот еще пожирнее. А это кошерное, но оно стоит дороже, и оно не такое жирное. А это не кошерное, но оно стоит дешевле, и оно пожирнее. И рационально можно использовать на то, чтобы рационально произвести хишбон, посчитать и сказать, что, конечно, не кошерное лучше. Но если ты ищешь настоящее добро, то, что Бог назвал добром, то ты, понятное дело, что ты совершенно по-другому будешь использовать рациональное мышление и придешь к другим выводам. То есть, рациональное мышление должно вести тебя только к добру. Все, и мы узнали сама схема. Тот, кто приобрел свое коне-лев, тот, кто управляет своими эмоциональной сферой, он по-настоящему любит свою животную душу. То есть, и он поэтому тренирует свое тело, заставляет его работать и не дает ему быть вот такой вот сосиской. И, значит, шумер-твуна, тот, кто сохраняет, то есть, тот, кто использует, именно управляет жизнью рациональным мышлением, но он должен искать добро. У того будет все великолепно. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов, прекрасного дня, полного изучения Торы, применения Торы, поэтому сделайте, пожалуйста, в комментариях свои выводы, три вывода, как вы, для себя инсайты, выводы и так далее. Это прям, это развивает рациональное мышление. Когда вы что-то выучили и потом свели это к трем пунктам, это как раз и тренирует вот эту логику, которая позволит потом приобрести свое сердце. Все, поделитесь тем, что вы поняли, со своими друзьями, и будет все у нас великолепно. Все, удачи, успехов, всем прекрасного месяца, ходы штоф, и всем хорошего дня. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok